Здравствуйте! Знаете ли вы, что в литературе именно кошка занимает главное место среди литературных персонажей животного мира? Причем не только в сказках, но и в серьезной литературе. Коты предстают на страницах книг в самых разных хипостасях. Например, говорящие, как склеротик кот Василий у Бразиев-Стругацких, кот-оборотень, как бегемот у Булгакова, коты-разбойники, как кот в сапогах и кот-ворюга у Пустовского. Как кот Самсон, который красив и безработен у Иосифа Бродского. Сегодня мы представим вам книги, в которых кошки и коты играют особую роль. В сборнике рассказов современных писателей, в числе которых Дарья Донцова и она, и Сергей Литвиновый, под названием «Он, она и пушистый детектив» собрано 11 детективных историй, в которых домашние питомцы участвуют в фитрасплетениях, приключениях, а заодно помогают своим хозяевам находить свою любовь и счастье. Это очень добрая, лиричная и увлекательная книга. Бестселлер «Нью-Йорк Таймс» – книга Вики Майера «Кот из библиотеки, которой потряс весь мир» написана в жанре нон-фикшн и рассказывает о жизни кота Дьюи, жившего в публичной библиотеке небольшого городка в Айове. За короткое время котенок «Подкидыш» сделал маленькую библиотеку популярным местом встречи окрестных жителей, а сам провинциальный американский городок прославился на весь мир. Причем не только в литературной истории, но и в буквальном смысле слова. Библиотека этого городка уже заработала пару миллионов долларов благодаря читателям со всего мира, которых тронула как история кота, так и самой библиотеки. Одно из самых трогательных и знаменитых произведений о котах – кот по имени Боб. Это целая трилогия похождений уличного музыканта Джеймса Боэна и рыжего кота. Эти два одиноких существа однажды повстречались на улицах Лондона, и эта встреча навсегда изменила их жизнь. Кот Боб спас своего хозяина от тяжелой наркотической зависимости и стал его талисманом. Четвероногий друг помог музыканту Джеймсу поверить в себя, в свой талант. Сегодня эта парочка знаменита на весь мир. Книга «Кошка Скрябин» Марианы Гончаровой особенная для нас. Ведь Мариана – постоянный автор журнала «Новый свет» и лауреат премии Хемингуэя прошлого года. Ее рассказы о животных всегда в программе перевода в нашем детском литературном конкурсе «Пишем и говорим по-русски». Читая Мариану, растворяешься в ее удивительном мире добра и улыбки. Эта книга не только о них, наших усатых, хвостатых, пернатых. Она, как всегда, бывает у Марианы Гончаровой еще о большом мире, который становится симпатичней, добрее и уютней благодаря братьям нашим меньшим. Что же касается главной героини книги – кошки по имени Скрябин, то это любимый персонаж Гончаровой – автора, который умеет придавать животным лучшие человеческие черты – верность, отвагу, честность, обаяние, чувство юмора, любовь к жизни. Если ваш любимый кот проходит сквозь стены, не удивляйтесь. Он просто путешествует в другие миры, видит давно умерших людей и котов. С которыми весело проводит время. Кот затем и дан человеку, чтобы любимое прошлое всегда было рядом. Не забывалось. В книге Галины Щербаковой «Эдда кота» Мурзовецкого повествуется о приключениях кота, научившегося печатать на компьютере, подружившегося для этого с мышкой и таким образом получившего возможность поделиться своими удивительными размышлениями об устройстве мира, жизни и смерти. К примеру, первая напечатанная мысль этого кота была такой – надо уметь отличать переполняющие нас громкие глупости от живущей тихо и незаметно с виду мудрости. Крупнейший поэт XX века Иосиф Бродский боготворил котов, потому что сам себя сравнивал с ними и желал стать в следующей жизни усатым и хвостатым. Столь теплое отношение к котам он выразил в поэтическом рассказе для детей «Самсон. Домашний кот». Достаточно автобиографичный. Он красив и безработен. По натуре беззаботен. Дебютный роман актера Григория Служителя «Дни Савелия» вышел совсем недавно в издательстве «Ксмо» в редакции Лены Шубиной и сразу стал бестселлером. Главный персонаж у романа – кот Савелий. Как замечает сам герой, судьба всегда чешет котов против шерсти. И у него было слишком много поводов убедиться в этом на своем горьком опыте. «Дни Савелия» – книга о странствиях и потерях, хроника встреч и расставаний котов и людей, которые страдают и мечтают, решают философские дилеммы и принимают жизнь во всем ее многообразии. Впрочем, разница между теми и другими в романе, конечно, условная. С вами была Алена Жукова с рубрикой «Что почитать», которую мы с гордостью представляем в партнерстве со старейшим в Канаде магазином книг и сувениров «Тройка». Здесь всегда можно выбрать книгу по душе или найти хороший подарок для себя и близких. До скорой встречи!